Всем здрасте! Сегодня я хочу с вами поделиться своими бьюти-мастхэвами на это лето. У меня собралось тут совсем немного вещей. Они немного нестандартные, я должна отметить. Все стандартное, что вы, наверное, видите и слышите, когда произносится мастхэв на лето, это будет SPF, там, не знаю, пудра матирующая и тому подобное. Нет, мои мастхэвы будут немножко другие. Первое, что я вам сегодня хочу показать, это будет пилка для пяток. Я купила эту пилку для пяток 2 года назад, когда она только появилась в Израиле. Кстати, сразу хочу сказать, я не говорю конкретно шуль, не шуль, я вообще думаю, что они все одинаковые. Мне очень нравится, как она работает, мне очень нравится, как она ухаживает за пятками. У меня вообще на селе не сухая кожа, поэтому мне хватает эти пилки на 2 недели, то есть на 2 недели. Каждые 2 недели я делаю свои пятки. Пятки ухоженные, выглядят хорошо и, если честно, она для супер милых, как я, потому что я знаю, что многие не любят эту пилку и говорят, что лучше распарить ноги и с этой спензой, или как эта штука называется, сделать эту процедуру педикюра пяток. Я так не считаю, я считаю, что нет замены такому простому, такой простой штуке. И мало того, хочу вам сказать, когда я ее только купила, я ее принесла домой, положила, еще не открывала ничего тогда 2 года назад. Кто ее открыл, был мой муж, потому что его заинтересовало, что это такое. И вот если бы нужно было снять рекламу, такую, знаете, невинно честную рекламу, нужно было снять моего мужа в тот момент, когда он начал пользоваться этой пилкой. И он сидел в полном восторге, это, конечно, звучит немножко неприятно, когда человек пилит свои пятки, да, потому что это неприятная процедура, но вместе с тем он сидел в полном восторге и говорил, ты посмотри, как она хорошо пилит, ты посмотри, как она делает, ты посмотри, как она все снимает. В общем, поскольку его пятки намного более грубые, нежели мои, он был в полном восторге. Поэтому для меня, для нашей семьи вот эта штука, эта штука незаменимая. любая, любая эта пилка, не обязательно шуль, и хочу вам сказать, что если у вас пятки, как у меня, более или менее в нормальном состоянии, примерно всегда у вас кожа не сухая, не ждите от этого какого-то грандиозного эффекта, нет, грандиозного эффекта не будет, но вместе с тем, эта пилка всегда будет поддерживать ваши пятки в хорошем состоянии. Следующая моя мастхев на лето, это относительно новая штука, которую я попробовала, купила себе 2 месяца назад, и она будет моим мастхевом на все времена года, на целый год, не только на лето, но на лето, поскольку летом очень жарко, очень влажно, и кожа наша пачкается, это вообще незаменимая вещь, я говорю о такой щетке для лица. Я очень давно хотела попробовать такую щетку для лица, именно которая крутится, она не крутится, она вибрирует, она вот так вот крутится, очень-очень-очень быстро, и тем самым она как бы, ну, вибрирует, то есть чистит лицо. В общем, очень давно хотела попробовать такую щетку, я купила, и я вам скажу, что я не сожалею, Не на секунду, мой процесс подходения к этим щеткам шел постепенно. Сначала я была против них, потом я начала пользоваться муслиным полотенчиком, потом я начала пользоваться спонжем коньяку, и постепенно как-то начала приходить к тому, что я очень хочу эту щетку. Вместе с тем, эти щетки очень дорогие везде, они стоят, я не знаю, как они стоят во всем мире, но все, что я проверяла, кларисоник, миу, что еще было, клиник, в общем, все-все эти, они стоят в районе 150 долларов, и мне казалось, что это немножко нелогичная цена для щетки для лица. Эту щетку я купила на Look Fantastic, это фирма английская Магнитон, которая производит только эти щетки. Я как-то сидела вечером дома, мне пришло на почту, знаете, я проверяю почту несколько раз в день, мне пришла на мою электронную почту акция, что эта щетка там буквально на 5 часов, вместо 70 паундов, это ее оригинальная цена, она стоила 35. Я зашла на эту фирму, прочитала про эту фирму, увидела, что она производит только щетки, ничего другого, что меня это впечатлило, я люблю, когда фирма концентрируется на чем-то одном. Зашла, почитала, в основном есть только англоязычные отзывы, впечатлилась, и решила заказать, подумала, что 35 фунтов, что это примерно 50-55 долларов, что это не так страшно, это 3 цены стандартной щетки. С того момента, как я ее получила, я в полном восторге от того, как она работает, я теперь понимаю все возгласы по поводу кларисоника. Во-первых, эта щетка, тут ее можно открыть, в общем, вот, во-первых, эти зубчики, они супер-супер мягкие, они даже настолько мягкие, когда я получила ее, они были настолько мягкие, что я подумала, что они примерно как кисти, которым мы наносим макияж, но со временем я могу сказать, что она стала пожестче, наверное, от использования, от мыла, от всего такого. У нее, у моей компетентной щетки есть два регулирования, есть регулирование глубокой чистоты, это одно нажатие, и есть для нежной кожи, то есть для sensitive, это второе нажатие. Она, чистить ее лицо нужно одну минуту, у нее здесь таймер, каждая зону, как написано у них вкладыши, каждую зону, то есть лоб, щеки и подбородок, нужно чистить 20 секунд, и 20 секунд, после каждых 20 секунд она делает такой бип, и вы знаете, что нужно переходить на другую зону. Могу сказать, что для моей комбинированной кожи эта щетка просто волшебно работает. Во-первых, она очень хорошо чистит кожу, это сразу заметно, что особенно здесь поры намного сужились, они больше так не забываются. Сказать вам, что у меня вообще пропали высыпания, нет, не могу такого сказать, особенно в моем возрасте больше гормональные высыпания, они больше вот здесь, вот в этой зоне, нежели здесь, но вот здесь вот почти высыпаний нету, особенно влажность, когда, знаете, влажно, песок, лето, все пролипает к лицу вечером, просто видно, как она хорошо-хорошо очищает кожу. Я пользуюсь со своими мылами, то есть не со своими средствами для лица, нет у нее никакого-то особенного средства. Расскажу вам еще маленькую историю, когда я ее получила, после недели она у меня перестала работать, и когда получаешь ее, что там есть такой вкладыш с номером гарантии, и там написано, что когда вы получаете щетку, сразу нужно этот номер гарантии в их сайт занести, чтобы у вас эта гарантия была активная, и она у меня через неделю перестала работать, вот у нее что-то произошло с ее зарядкой, и я написала в эту фирму, в чате с ними поговорила, у них есть чат на сайте, и через неделю мне прислали абсолютно новый, и старый мне не нужно было возвращать даже. Также я купила еще к ней вот такую сумочку, и, кстати, с ней можно купаться, к ней вот ее зарядка, она магнитная, я с ней, то есть купаюсь, ну не прямо нырять, а в душ я с ней принимаю, то есть утром, когда я хожу в душ, я вместе с ней по душам стою, в общем, у нее вот такая зарядка, вот сюда подсоединяется провод, провод, кстати, зарядка идет, у нее два этих самых, два переходника, один европейский, один английский, что для меня это очень удобно, поскольку у меня родители живут в англоязычной стране, где розетка тройная. В любом случае, щетка просто волшебная, а если вы хотите себе какой-то подарок на день рождения или что-то, я очень-очень советую, особенно у кого комбинированная кожа, присмотреться к этим щеткам, она просто изменила мое отношение ко всему моему умыванию, и как моя кожа должна выглядеть, и что значит чистое лицо, вот серьезно, от чистого сердца говорю, и за такую цену, сколько она стоила, она просто стоила каждую из своей копейки. Давайте продолжим о высыпаниях, от чистоте лица. Летом для меня стало одно средство быть очень незаменимым, мне его посоветовала моя подруга Аня, вот такое средство, опять же, я не советую конкретно марку какую-то или фирму, значит, это такой бутылек, в котором есть жидкость, тут есть как бы какой-то песочек, я даже не знаю, что это за состав, поскольку мне моя подруга посоветовала, которая пользуется всем натуральным, даже не проверяла, если честно. В общем, тут, наверное, какие-то разные кислоты, салициловая кислота и тому подобное, здесь этот песочек, вы берете ватную палочку, то есть берете, наносите до конца, вытаскиваете аккуратно этот песочек, проходя всю эту жидкость, становится мокрым, и тогда вы точечно наносите на прыщички, которые есть, она отлично, это средство лечит прыщички, если он такой, знаете, красный, раздраженный и должен созреть, или как это можно правильно выразиться. Очень хорошо, это называется drying lotion, то есть оно как бы сушительный лосьон, вот оно отлично сушит эту зону, спаленную зону. На следующее утро, когда вы просыпаете, я не могу сказать, это только можно делать на ночь, я не могу сказать, что прыщик прям прошел, нет, но прям видно, как он, это воспаление ушло, сам прыщичек может быть еще созревает, потому что это берет ему время, но воспаление ходит, в общем, для меня это стало абсолютно незаменимой вещью, потому что, как я вам сказала, высыпания у меня продолжают немножко приходить, особенно здесь, особенно когда я себя лапаю в эту влажную погоду руками, это моя дурная привычка, в общем, это незаменимая штука. Следующая незаменимая вещь для меня летом, это термальная вода. Почему она для меня незаменимая? Потому что у нас, я живу в горах, у нас душно, и ночью, когда я просыпаюсь, очень часто, у меня нету воздуха дышать, мне жарко, мне душно, я пшикую ночью, и вот так вот на себя распыляю ночью. Помимо того, что я распыляю на себя ночью, я перед тем, как наношу все тональники, распыляю кисти термальной водой. Теперь, не обязательно пользоваться термальной водой, кто-то из вас мне недавно посоветовал на канале, и по-моему, это был один из самых крутых советов, что вы мне советовали за все время существования моего канала. Когда я сказала, что я думаю, что термальная вода на самом деле, это самая обыкновенная вода, просто без флорки, то, что у нас есть из-под крана, то я одна из вас мне посоветовала купить бутылочку с распылителем, купить в бутылке минеральную воду, купить, может быть, даже самую дорогую минеральную воду, чтобы знать с уверенностью, что она хорошая и качественная, налить в бутылку с распылителем, и также пользоваться ей, как и вот этой термальной водой. И по-моему, Я закончу вот эти все свои термальные водички маленькие и буду делать вот так вот, потому что мне кажется, что это намного дешевле и, по-моему, это то же самое. В любом случае, кто живет в Израиле, я вам оставлю ссылку, где можно купить эту воду совсем не задорого, за 3 евро, примерно так же, как она продается во всех европейских дешевых магазинах. Следующая вещичка, что я вам хочу показать, что она абсолютно незаменимая на лето, это салфетки для контролирования жирного сала на лице. Что сказала жирного сала на лице? В общем, вы меня поняли. А у нас вот я пользуюсь такими от фирмы Life, израильская фирма Life, которую я раньше очень пренебрегала, но попробую в последнее время много их продуктов, именно вот таких вот, как Beauty Accessorize, да, я не знаю даже, как правильно выразить. В общем, такие, не косметику, именно вот такие разные штуки. Я просто от этой фирмы в восторге, она стоит своих денег, она крутая, и почему раньше я пренебрегала, я не знаю. В любом случае, вот эти салфетки, они одни из единственных, что есть в Израиле, есть еще от Essence, еще некоторые, но ничто вот с этим не равняется. Они вот такие вот синенькие, они как прорезиненные, они без пудр, без ничего, просто как прорезиненная салфеточка. Она просто волшебно снимает все, что не нужно с вашего лица, это просто волшебная вещь. И особенно в влажную погоду, когда жарко, и когда вы блестите, кто блестит, это просто вещь незаменимая. Кто из вас живет, например, в Америке, я знаю, что девочки говорят, что салфетки от Clean & Clear, по-моему, идентичны этим. Но у нас Clean & Clear нет, у нас есть только Life, поэтому незаменимая вещь. И еще что-то абсолютно вообще не в тему, просто хочу упомянуть, кто в Израиле живет или кто приезжает сюда. Это от Life салфетки для снятия лака. Мне Соня, Соня моя, Соня сказала, Габи, посмотри, купи, и я купила, и я в восторге. Слушайте, они такие крутые. Я пробовала раньше эти салфетки других фирм, более дорогих фирм, и ничего с этими салфетками не равнялось. Это просто крутые салфетки. Я смогла одной салфеткой снять полностью маникюр, который был из оранжевого такого кораллового лака в два слоя. Одной салфеткой. Это фантастика, просто незаменимая вещь. Стоит копейки для путешествий, для с собой в сумочке. Присмотритесь, это к лету не имеет никакого отношения, но это просто крутая вещь. Следующее, хочу вам показать что-то, что Аня, моя подружка Аня с Америки, для меня открыла, и это опять настолько просто и настолько гениально, где я раньше была. Она мне прислала посылочку такую, классно, когда есть друзья в Америке. В общем, короче, она мне прислала посылочку, разные штуки такие, что я попросила мне купить, и всякое такое. В любом случае, она мне прислала от себя вот такую вот мочалку. Это вот, я даже не могу толком объяснить. Это, короче, мочалка, а самая, из чего она сделана, из наилона или полиэстера. Мочалка, японская мочалка, так она мне и сказала, что она обязательно должна быть японская мочалка. Она им моет лицо, когда она более мягкая, менее новая. У меня пока новое лицо, я не могу ей мыть, но я ей мою тело. Послушайте, если вы, как я, не очень верите в силу скрабов, я перестала вообще пользоваться всеми скрабами и для тела, и для лица. Для лица после этих щеток и после этих спонжев конжаковых, скраб для лица никакого смысла не имеет лично для меня. Аня прислала мне эту вещь. Слушайте, это лучше любого скраба. Она супер намыливается, она супер скрабирует классно, нежно ваше тело. Вы потом выходите, как младенец какой-то. Тело такое нежное, приятное, как раз на него нанести вот эти все масла, все крема. Все так классно впитывается, такая упругость появляется. Незаменимая вещь. Я не знаю, где эту японскую мочалку вообще можно купить, потому что она мне ее прислала. Я видела, что есть на Алиэкспресс, но я думаю, что эта подделка это Китай, а не какая-то Япония. Я не знаю, насколько там какая-то уже разница есть, но Аня сказала, что очень важно, чтобы она была японская. В общем, девочки, на лето, кто хочет тонус своей кожи на ягодицах, на животике и тому подобное, и заменить скрабики, вот эта вещь просто суперфантастическо незаменимая. И последнее, что я вам сегодня покажу, это не мастхэв, это что-то новое, что я попробовала, и от чего у меня остался восторг, и я хочу это посоветовать тем, у кого есть проблемы с запахами. Опять же, Аня, это видео посвящено Ане, Аня, оно для тебя. Насколько я поняла, у нее есть немножко проблемы со сильными запахами, то есть с сильными парфюмами, и она вот пользуется вот таким вот сухим маслом, или пользовалась, я вот не помню, от Body Shop. У него очень приятный такой мандаринный запах, и она мне его говорит, он очень классный. Я так классно пахну, мне даже делали комплименты, в общем, давайте я тоже пришлю пробничек, попробую. В общем, она мне прислала такую миниатюбку, это не пробник, это миниатюбка, может, это и целый размер, я тоже не знаю. В общем, прислала мне такую запах, девчонки, фантастический. Я вот так, в общем, на руку наношу, чуть-чуть вот так вот растираю. Запах не держится долго, это не масло, которое наносить на все тело, и чтобы вы пахли, ну, как мне кажется, потому что тогда оно будет сильно активно, но на какое-то место, отдельное место вы его наносите, и потом, знаете, от вас вот благоухает, или как это слово, в общем, от вас так приятно, такой есть такой приятный шлейф, но вместе с тем, это вообще не тяжелый запах, он не чувствуется, он очень быстро пропадает, и для тех, у кого есть проблемы с парфюрмами, особенно летом, в жаркую погоду, по-моему, это супер вещь, а поскольку это сухое масло, то оно отлично впитывается в кожу, оно не вставляет никаких разводов, оно не вставляет никакой жирной пленки, оно буквально через пару минут его не чувствуется. И я после того, как попробовала это масло, и давно, хотя что-то другое, купила себе на Beauty City, влог, мой последний влог, кто еще не смотрел, можете зайти на мой канал влогов и посмотреть, вот это вот масло от АВА, от нашей израильской фирмы, оно запахом кактуса и розового перца, и тоже так же фантастически пахнет, то пахнет лимантинками, а это более уже такой сахарно-свежий запах, интересно, я описала сахарно-свежий запах, потому что он более такой сладенький, не то, что даже сладенький, ох, только он сильно что-то входит, он такой более, ну более сладкий, но тоже такой приятный, ах, не, он не сладкий, такой непонятный, я не могу даже объяснить, я никогда не знаю, как кактус или розовый перец пахнет, но это фантастический запах, в общем, и то, и то я одинаково пользуюсь, как парфюм, слушайте, кожа пахнет просто фантастически, этот шлейф на это все время хочет меня внюхать, потому что он говорит, что просто фантастически пахнет кожа, очень приятно, так что обязательно посмотрите, по-моему, на лето это супер вещь, если вы не любите парфюмы, я парфюмы люблю, но это как дополнение, тем более учитывая то, что я на себе запахов не чувствую, для меня это просто фантастика, слушайте, все так классно пахнет, прям не могу занюхаться. Ну что же, это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать, и я знаю, что может быть эти бьюти маст хэвы не особо стандартные, может быть не то, что вы ожидали увидеть, но вместе с тем, половину из этих вещей, как минимум, я пользуюсь уже очень давно, очень люблю, и как-то не получалось у меня раньше на канале вам рассказывать, показывать, я даже не знаю почему, если честно, но как-то вот не получалось, поэтому сегодня мне было очень важно с вами поделиться, может быть, кому-то из вас эта информация пригодится, что-то вы найдете здесь для себя полезного, и потом мне расскажете, как вам это было. Ну а на сегодня все, мы с вами увидимся очень скоро.